Никто не выйдет с этой комнатой, пока вам не будет что-нибудь рассказать. Деликой вашей стадии. О, мам, привет! Привет, моя хорошая. Мама, а почему ты с пустыми руками? Я думала, ты в магазин ходила. Мамуль, что-то случилось? Ты какая-то грустная. Маш, присядь, нам нужно серьезно поговорить. О чем? Присядь, говорю. Разговор будет не самый приятный. Мам, не пугай меня. Что же не так? Даже не знаю, с чего начать. Блин, договори уже. В общем, мы сегодня уезжаем. В смысле уезжаем? Куда? В другой город, как и планировали. Подожди, какой другой город? Я думала, мы решили этот вопрос. Детка, прошу тебя, не начинай. Сейчас мы с тобой все обсудим. Спокойно, без истерик. Как два взрослых человека. Да что тут обсуждать? Мам, ты же мне обещала. Машуль, послушай. Нет, не хочу. Я наслушалась уже, с меня хватит. Окей. Маш, ну что за детский сад? Выходи. И долго мне еще здесь стоять? Можешь не стоять, я тебя не заставляю. Маша, я жду. Маша. Маш! Маша, да? Мoo. Машу? Угу. Фу. Фу. Мало в свет. Мария, последний раз повторяю, открой дверь. Иначе... Иначе что, ты сломаешь дверь и насильно посадишь меня в машину? Машуль, ну хватит уже. Я же хочу как лучше. Лучше для кого? Для вас с папой? Детка, ну успокойся. Все будет хорошо. Мам, а как же с Сонем, Ксюшей, Кирилл? Я не смогу без них. И не надо. Пойми, расстояние не является помехой для настоящей дружбы. Ага, конечно. Ты говоришь-то специально, чтобы меня успокоить. Ни в коем случае. Никто не собирается лишать тебя твоих друзей. Ну блин, я буду там, а не здесь. И что дальше? Вы всегда будете на связи. Вы сможете приезжать к друг другу в гости. Ты к ним, а не к тебе. Короче, оставь плохие мысли, начинай собирать вещи. У тебя в запасе пара часов. Ну, мам, может все-таки... Никаких может. Уже все решено. Время идет. Беги. И не нужно мне показывать свой характер сейчас. Нужно взять себя в руки. С чего бы мне начать? Нет, я так не могу. Нужно срочно встретиться с Ксюшей, Соней и Кириллом. Как же мне уйти из дому, да так, чтобы мама не заметила? Марш. Ладно, не буду ее дергать, пусть собирается. Капец, где она ходит? Сама предложила встретиться. Да сейчас придет, не переживай. Ну, опаздывает чуток, с кем не бывает. Согласен. Ну, на Машу это, если честно, не похоже. А она всегда приходит вовремя. Угу, всегда да не всегда. О, смотрите, кто идет. Я смотрю, Анна Кондовна без школы, ну, никак не может. Чего она сюда летом ходит? Добрый день, ребята. А вы что здесь делаете? Что, по школе соскучились? Или по мне? Ни то, ни другое, Арина Анатольевна. Мы Машу ждем. Ясно. Ладно, ждите Машу. Всего доброго. Такое ощущение, будто она за нами следит. Причем круглый год. Ой, да хорош тебе. Ребят! Ну, наконец-то, дождались. Извините за опоздание. Сразу предупреждаю, я не специально. Угу, так все говорят. Хотя на самом деле... Ребят, мне нужна ваша помощь. Помощь? Что случилось? Вы должны меня спрятать срочно. Машуль, с тобой все в порядке? Угу, но это пока. В каком смысле? Через час меня здесь уже не будет, если мы ничего не придумаем. Стоп! Что значит... То самое. Родители меня хотят увезти в другой город. Как увезти? Куда? Надолго? Навсегда. Единственное, что может помешать этому, мое отсутствие. То есть, если они меня не найдут. У тебя есть план? Ну, планом назвать это сложно. Это больше похоже на какие-то непонятные мысли. Подожди! Кажется, я придумал. Говори. Ты будешь жить у меня. А? Как вам? Браво. Что? Что не так? Как ты себе это представляешь? Думаю, вряд ли твои мама и папа одобрят эту идею. Поначалу, может быть, и нет. Но уверен, потом привыкнут. Со временем. Нет, Кирилл. Спасибо, конечно, но Соня права. Окей. Ваше предложение. Так, 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 Маша. Где тебя спрятать? Жить у кого-то из нас не вариант? Я знаю. Ты будешь жить в школе. Ну, во всяком случае, первое время. В школе? Что за бред? Никакой это не бред. Сама подумай. Это идеальное место. Особенно летом. Почему? Потому что летом там никого нет. Ну, как сказать никого? Ой, ну предложи что-то получше, раз такой умный. Я вообще-то уже предлагал. Да-да, мы помним. Школа, значит, говоришь. Угу. Здесь твои родители тебя точно не найдут. Уверена? На все сто. Что ж, тогда вперед. Только тихо. Не забывайте это, Монакондовна. А дверь закрыть. Ну что, Маш, поздравляю с новосельем. Не смешно. Прости, не удержалась. Ребят, можно вас кое о чем попросить? Да, конечно. А вы можете мне какой-то еды сюда принести? Машу, да без проблем. Прямо сейчас этим займемся. Спасибо вам большое. Мы быстро, не скучай. Жилия Валерьевна, я вам еще раз повторяю. Маши здесь нет и не было. Ирина Анатольевна, вот скажите, как у вас это получается? Что именно? Смотреть не в глаза, врать и не краснеть. Вру? Да что вы себе позволяете? Я учитель с 10-летним стажем? А я мать. Спрашиваю последний раз, где мой ребенок? Ну, я уже не знаю. Ну, как вам объяснить? Ну, чтобы вы поняли. Ну, Маши в школе нет. Здрасте, мам. Ирина Анатольевна была не в курсе. Мы с ребятами сюда пробрались в тайне от всех. Вот хорошо, что у меня в телефоне есть программа, с помощью которой я могу следить за твоим местонахождением. Ладно, в машине поговорим. Прощайся со всеми. Твои вещи я уже собрала. Ирина Анатольевна, всего доброго. И вам не хворать. Капец. Как же мы без тебя, Машуль? Это самый худший день в моей жизни. Ребят, я вернусь, обещаю. Вы, главное, ждите и не забывайте меня. Вы самые лучшие друзья в мире. А ты нас не забывай. Никогда. Все, мне пора. Пока. Вы уже начали читать литературу, которая вам на лето задала? Не о том. Маш, ты точно вернешься? Конечно, я без вас не смогу. Мы тебя любим! А я вас. До встречи, ребят. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!